Вернемся в Украину. В Киеве построили так называемую юрту несокрушимости. Место, которое казахская диаспора оборудовала по подобию пунктов несокрушимости, мест, где можно погреться, зарядить телефон или выпить чаю. Официально юрта откроется завтра, 14 января. Это уже вторая подобная юрта. Первую построили в городе Буча, Киевской области. И тогда это вызвало бурную реакцию Москвы. И официальный представитель МИДа Мария Захарова потребовала от Казахстана комментариев. МИД Казахстану в свою очередь заверил, что посольство республики не принимало участие в установке юрты, а строительство прифинансировали казахские меценаты. При этом Астана воздержалась от оценок самого факта установки юрты. В связи с этим хотелось бы подключить к нашему разговору Аркадия Дубнова, политолога, эксперта по странам Центральной Азии, и поговорить о позиции Казахстана сегодня, и поговорить об этом странном, столь бурном внимании из Москвы на строительство юрт. Сначала в Буче, теперь еще одна юрта в Киеве. Аркадий, добрый вечер, слышите ли вы студию? Тихон, добрый вечер, я вас слышу, хорошо. Скажите, почему это вызвало столь бурную реакцию Москвы? Ну, я так полагаю, что в Москве очень болезненно относятся к любым свидетельствам того, что в окружающем ее постсоветском пространстве демонстрируются не вполне лояльные отношения жителей этих стран к тому, что сегодня осуществляется в Украине со стороны России. Говоря аккуратно, и хочу сказать, что, на мой взгляд, эта нелояльность, она, в общем, в течение всего 22-го года была достаточно очевидна. Да, были группы людей, и даже были группы элит в этих странах, которые откровенно поддерживали российскую спецоперацию в Украине. Были другие, которые ее не поддерживали, но, может быть, иногда непублично это демонстрировали. В случае Казахстана, на мой взгляд, реакция официального представителя МИД, известная своей, так сказать, непосредственностью, это я очень тоже мягко выражаюсь, на мой взгляд, свидетельствует о том, что российская дипломатия вновь наступает на грабу и вновь, так сказать, получает полбу в отношениях с Казахстаном. В Москве никак не могут, видимо, привыкнуть к тому, что Казахстан – суверенная страна, что ее руководство не получает указаний из Москвы, что ее руководство уже выразило, в общем, достаточно ясно свое отношение к тому, что происходит в Украине, напомним, знамение. Так, у нас несколько подвисла связь с Аркадием Дубновым. Давайте попробуем восстановить связь с Аркадием Дубновым и, надеюсь, что мы сможем продолжить этот разговор. Пробуем связаться с Аркадием Дубновым, а вы пока, если вы нас смотрите в Ютубе, поставьте лайк, тогда зрителей этой трансляции станет больше. Здесь больше 15 тысяч человек. А Аркадий Дубнов вновь на связи с нами. Аркадий, слышите ли вы сейчас нас и слышим ли мы вас? Слышу вас хорошо, просто я буду стараться быть более лаконичным, чтобы успеть все это сказать. Короче говоря, Москва вновь наступает на те же грабли, потому что, я бы сказал, на уровне дипломатическом она показывает, что Астана не имеет права выражать свою оценку происходящему в Украине. И даже прекрасно давая себе отчет в том, что это была частная инициатива казахской диаспоры в Украине, это строительство, Москва хочет создать впечатление, что это выпад такой, это фронта официальной Астаны. Конечно, в Астане сейчас и в сетях среди журналистов в Астане, вообще в Казахстане идут разговоры активные, что к этому приложил руки посол Казахстана в Украине, и что при его это содействие происходило, Давлад Калитаев его имя. Но факт следующий. Астана четко заявила, что она официально не имеет к этому отношения. Достаточно этого. Надо просто понимать, что вот эта нелояльность к происходящему в Украине и стране России и есть основное содержание сегодня отношений Москвы со своим, так сказать, бывшим имперским наследием, пространством. Нет сегодня фактически ни одной страны, которая бы признала вот эти, я бы сказал, последствия специальной военной операции, в частности, присоединение четырех областей Украины. И из этого следует совершенно однозначный вывод, что вот так вот, таким криком к ноге, который регулярно слышится из Москвы, отношения с этими странами, в первую очередь с Казахстаном, не улучшатся, несмотря на совершенно четкие заявления на этот счет президента России в неоднократных выступлениях по этому поводу во встречах с президентом Казахстана. Просто создается ощущение, что в этой, казалось бы, пустяшной истории про юрту и про одно здание, ну, уже два, одно в Буче, второе в Киеве, в это, как бы, получается, и вы об этом тоже говорите, если я правильно вас понял, вкладывается намного больше смысл о том, что вообще происходит на постсоветском пространстве, и что на фоне 11 месяцев происходящего в Украине, получается, что Российская Федерация особо-то ни на кого и не может рассчитывать на постсоветском пространстве, разве что на Беларусь. Все остальные, все остальные, как минимум, с сомнением относятся к происходящему. Ну, Тихо, ну, вы меня, конечно, извините, вы должны это сказать, но это, в общем, вещь очевидная, вы сказали, очевидные вещи, и ничего, так сказать, добавить к этому я не могу. Конечно, конечно, даже уж такая, казалось бы, лояльная страна, как Киргизстан, и то, в общем, проявляет некоторую, так сказать, некую строптивость по отношению к происходящему в Украине. Просто еще раз надо вспомнить, что ни одна страна, даже, кстати, включая Белоруссию, официально уже признания не было, да, в стране Минска, а уж остальные страны точно совершенно не хотят иметь отношения к тому, что происходит в Украине, когда там происходит военная операция российская, да, не хотят и, видимо, не будут. Поэтому в этом, конечно, самая большая проблема для Москвы. Спасибо. Благодарю вас, Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по Центральной Азии. Мы говорили о том, кто из постсоветских республик, каким образом относится к действиям Российской Федерации в Украине. Видим, что вывод для Кремля не слишком в этом смысле обнадеживающий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...